Посмотрите, подъезд грязный. Это делал сам лично сосед. Бабуля, выходя из подъезда, даже не знает, где присесть. Просто за место лавочек стоят какие-то трубы. Сколько раз просили управляющую компанию хоть что-то сделать, все бестолку, жалуется Полина Дмитриева. Нет необещанной детской площадки и неблагоустройства во дворе. Из подъезда выходишь, как на проезжую часть. Жители не знают, за что платят деньги, и при том немалые. Поэтому новость, что их управляющая компания ГУК не получила лицензию, здесь почти никого не удивляет. У нас просто в ящик положили бумажку, что какие-то определенные компании не получили лицензию, и там было название нашей компании. На что я поинтересовалась у друзей, а ваша компания получила ли лицензию, вы что-то знаете про это. Они зашли на сайт Даниловского, прям при мне, мы тут же вместе зашли, увидели, что у них есть лицензия. Компания ГУК, напротив, сайт не обновляла несколько лет, да и вряд ли коммунальщики теперь будут стараться. Они в черном списке. Как сообщают в местной администрации, там же оказались и четыре других организации, хотя они подавали документы на получение лицензии. ООО «Партнер», ООО «УК-Партнер», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания», ООО «Городская управляющая компания». Всего они обслуживают в Первоуральске 196 домов, но по закону с 1 мая они не имеют на это права. Жителям рекомендуют не беспокоиться. Пока можно продолжать платить за коммунальные услуги. Но уже стоит задуматься о создании ТСЖ или выборе новой управляющей компании. Либо переизбрать способ управления своим многоквартирным домом, либо, если они промолчат в течение двухнедельного срока, орган местного самоуправления обязан объявить открытый конкурс по отбору управляющей организации под тот или иной многоквартирный дом. На этот жилфонд смогут претендовать те компании, которые прошли лицензирование, такие как Даниловская, ИРЦ, ПРП и Домплюс. Последняя управляющая организация обслуживает 192 дома. Заместитель директора Оксана Мясникова говорит, чтобы получить лицензию, пришлось сдать экзамен. Коммунальщики вспомнили и жилищное законодательство, и специфику работы. Нам нужно было ответить на 200 вопросов. 97% практически это процент прохождения положительных результатов. То есть получили все 4 человека. И выше у многих, у многих 100%. То есть у двоих у нас 100%, у двоих чуть поменьше. Ради лицензии также пришлось указать, сколько средств компания потратила на содержание жилфонда. Теперь эта информация доступна всем. Узнать, например, когда же начнутся ремонтные работы, можно на сайте компании. Там обнародованы сведения по каждому дому. Какую информацию можем мы посмотреть? То есть, пожалуйста, вот пельчинь домов. То есть вы заходите, вот все дома. То есть протокол общего собрания, на основании чего мы его взяли и так далее. Какому участку относятся? В Дом Плюс уже поступило 30 заявок из разных районов города. От жителей этих домов, чьи управляющие компании остались без лицензии. Сейчас люди решают, когда они будут проводить общие собрания. Сделала свой выбор и Полина Дмитриева. Женщина говорит, скорее всего, жильцы дома выберут компанию «Даниловская». Мне очень нравится, как у них дворы благоустроены. У них у каждого подъезда мусорки, лавочки. Практически в каждом дворе благоустроена детская площадка. Тем, кто не определился с выбором, стоит поторопиться, потому что в противном случае за них это сделают чиновники. Конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами начнется 1 июня.